Студия «Зелёный мир» представляет фильм «Зрелый подход», созданный в рамках проекта «Инситон Фарм» Сохранение и использование агро-биоразнообразия плодовых растений и их диких сородичей, реализуемые в Казахстане по гранту Международного центра биоразнообразия Программы Организации Объединённых Наций по окружающей среде Глобального экологического фонда Об опыте фермера Алтожаровой Саиды Мухаторны по возделыванию плодовых культур Возделывание сада Это было самым древнейшим занятием человека С появлением жилища рядом обычно закладывался и сад В Ферганской долине при раскопках древних поселений Косточки абрикоса были найдены в слоях, относящихся к шестому тысячелетию до нашей эры Яблоки, груши, абрикосы, виноград – неотъемлемая часть рациона человека во все времена В современных условиях особое значение приобретает биологическая активность пищи Которую значительно повышают фрукты и ягоды Богатые витаминами, углеводами, минеральными веществами, пектинами Способными обезвреживать токсические вещества и выводить соли тяжелых металлов Таким образом, профилактическая и лечебная роль фруктов заключается в действии на организм человека Одновременно целого ряда биологически активных веществ А их в составе плодов очень много Только в яблоках их обнаружено 37 Вот мнение заведующего кафедрой Казахского национального аграрного университета Сергея Олеченко Считают, что благосостояние любой нации зависит от уровня потребления плодов, ягод и винограда Казахстан является одним из родоначальников яблони Потому что наша дикая яблоня явилась источником всего генофонда, который существует в мире Сортопорт завоевал мировую известность тоже благодаря нашему городу Я думаю, и в Казахстане мы скоро будем иметь на столе вот это все агробиоразнообразие вот этой продукции И жизнь наша станет лучше, здоровее может быть И сады, которые закладываются на огромных площадях в настоящее время Тоже заполнят наши рынки, наши универсалы, наши магазины Своей продукцией создадим, может быть, более лучший биологический и физиологический потенциал для населения Настоящей царицей садов по праву считается яблоня Она занимает до 75% площади всех садов планеты Центром видообразования яблони, по глубокому убеждению ученых, являются предгорья заилийского джунгарского Алатау Тарбагатая Где сосредоточены многочисленные дико плодные леса В которых преобладает наша знаменитая дикая яблоня Сиверса Прародительница всех культурных сортов на Земле Высокоструктурные горные черноземы, обилие талой воды, солнечной радиации Весь комплекс почвенно-климатических условий способствовал обильным урожаем яблок А главное, высоким вкусовым качеством плодов Даже рядовые сорта здесь проявляли невиданные ранее свойства Современные рыночные условия выдвигают новые требования промышленному садоводству Упор делается на сады интенсивного типа Где урожайность и качество плодов на порядок выше Наряду с этим есть и еще одна очень важная задача Сохранить генетически ценные местные стародавние сорта яблок и груш Помочь в ее решении Призван проект In-Situ-On-Farm, который работает в Казахстане Рассказывает национальный координатор проекта Тлео Нурмурат Улы В современном мире огромное внимание уделяет сохранение биоразнообразия растений и животных Это и понятно Биоразнообразие это эволюция, это устойчивость, это развитие Поэтому считается биологическое разнообразие существенным фактором существования жизни на земле В результате экологических изменений и человеческой деятельности происходят большие изменения на земном шаре Многие виды животных и растений исчезают с лица земли Если не будет растений и животных, человек тоже не может существовать Поэтому международные центры, такие как Глобальный экологический фонд Программа по окружающей среде, организация биоразнообразия наций Международный центр по биоразнообразию Стараются помочь многим странам мира И выделяют гранты для решения этой проблемы То есть сохранить биоразнообразие растений и животных В частности, в нашей республике реализуется проект ИНСИТООНФАРМ Сохранение биоразнообразия, агробиоразнообразия плодовых растений В этом проекте участвуют и другие страны, и наши соседи Киргизстан, Узбекистан, Таджикстан, Туркменистан Целью задачи проекта является обучить наших фермеров и плодоводов Новым методом сохранения ценного генофонда Дать им конкретные рекомендации Грант реализуется в трех областах Казахстана В Алматинской, Чамбульской и Южноказахстанской В ходе реализации проекта мы выяснили В нашей стране возделывается более 100 сортов яблоней Груши, абрикоса и винограда Среди них преобладающие являются интродукцированные сорта Так называемые адаптированные к рыночным условиям Это Гольден Теричис, Айдарет, Стар Кринпсон и другие В то же время не потеряли свое значение так называемые сородавние сорта Как опор, пеструшка, грушовка и другие сорта Которые тоже являются довольно хорошими сортами Отвечаясь требованиям рынка и конкурентоспособной Реализация мероприятий проекта позволит увеличить производство плодов ягод в нашей республике Обеспечить фермеров, плодоводов новыми рекомендациями Соответствующими к природо-климатическим условиям каждой зоны Подобрать правильный выбор сортов, например Поэтому вот таких вопросов очень много Сейчас реализуем мероприятие проекта Мы помогаем всем товаропроизводителям правильно подходить к решению этих проблем В проекте также участвуют и фермеры из Соединенных Штатов Америки Более 10 лет в республике работает Общественный фонд «Урожай» Благодаря которому американские специалисты имеют возможность Делиться опытом в возделывании садов интенсивного типа Наш общественный фонд «Урожай» рад участвовать в проекте «In-City on Farming» Это очень важный проект не только для Казахстана, но и для всей Средней Азии Особенно нас радует в проекте эта поддержка и обучение отдельных фермеров-садоводов Которые активно привлекаются к реализации проекта Такие связи намного повышают профессиональные знания крестьян Наш фонд также занимается развитием плодоводства в Центральной Азии Мы ведем совместную работу и добиваемся лучших результатов Мы очень рады, быть в этом проекте Не секрет, что переход к рыночным отношениям Сопровождался разрушением и переориентацией крупных сельхозпроизводителей Больше других пострадало садоводство Сады вырубались под коттеджи, специалисты уходили в торговлю, на стройки Но, к счастью, нашлись и те, для кого судьба отрасли стала небезразличной Бывший зам. председателя райисполкома Алдажарова Саида Мухатовна Решила возродить яблоневые сады по интенсивной технологии выращивания Основав в селе Маловодное Алматинской области частное фермерское хозяйство Хозяйство наше организовано в 1992 году Здесь был крупный плодовиноградский совхоз Вот на базе этого хозяйства мы создали крестьянское хозяйство Это семейные предприятия, частное хозяйство И вот практически по Казахстану мы первые начали восстанавливать сад Ну и посоветовались с учеными института плодоводства Какие сорта, что вот сажать здесь Сорта у нас Golden Deletion, Star Crimson, Aydoret, Sliva Stanley, Груша Толгарская красавица Сорта-то вот эти прекрасные, они в основном американской селекции Но все-таки вот к нашим условиям они Или наш резко континентный климат немножко обостряется более Поэтому, наверное, сейчас вот зачастую стали вымерзать Даже в прошлом году Мы сейчас 6 гектаров полностью выкачивали А много, как видите, подмороженных деревьев есть Ну вот эти сорта, они прекрасны тем, что вкусовые качества, во-первых, очень хорошие Хорошо хранятся они, транспортируются хорошо Поэтому сорта эти востребованные Вот эти сорта мы выращиваем еще интенсивной технологией От 800 до 1100 на 1 гектар мы располагаем саженцев Преимущества урожайности, например, в наших условиях Довольно высокие Вот до 40 тонн с гектара можно получать И потом он плодоносит на третий год И может плодоносить до 15 лет Так что очень экономически выгодно эти сорта А потом интенсивные сорта, они в основном карликовые На девятом подвое и невысокие Для товарности это имеет очень большое значение Потому что, чтобы яблоко сохранить какое-то время Их надо ручную снимать И без механических повреждений сохранить Вот для этого они здесь очень удобные Интенсивный сад обязательно надо удобрять Без удобрения здесь такая огромная масса Выноса питательных веществ Что урожая не будет дальнейшего Чтобы не было периодичности в садоводстве Надо ее регулировать обрезкой и удобрением Применяем, конечно, химикаты Совмещаем фунгициды, гербициды Инсектициды все вместе даем, чтобы как-то экологию не очень нарушать В нашем хозяйстве лично решен вопрос с поливом Неплохо у нас бак проходит, с бака берем Воды у нас достаточно, хватает Мы простым поливом поливаем Но, конечно, было бы желательно капельное рашение Капельное рашение преимущества Особенно в наших условиях Просто трудно переоценить Мы расположены в предгорной зоне У нас очень большой уклон И наша земля сильно подвергается водной эрозии Плодородный слой уносится В этом плане преимущество, просто говорю, трудно переоценить Карликовые деревья, они очень урожайны Их даже беда, что много урожая не ломаются Просто ломаются и сами себя портят Если, например, год удался хороший В том случае мы должны ее удобрять хорошо И в том случае мы должны, если есть такая возможность Лищие зависти желательно бы убрать, выщипать Потому что они мелкие будут И они будут ломать ветки А вот с удобрением, с обрезкой Мы как раз регулируем периодичность деревьев А если, например, заморозки Во время цветения мы видим, что померзли То тогда мы не удобряем Потому что если в этот период удобрить еще И считайте, на следующий год Мы просто деревья попортим Потому что из деревьев получится не дерево Просто мочалка Тот прирост, который он будет давать мощный С ним просто даже обрезка никакая не справится Поэтому это очень надо хорошо видеть Чувствовать этот момент Улавливать и регулировать Задача обрезки Во-первых, крону не допускать Чтобы она высокая была Это где-то максимум 2,5-3 метра Выше уже просто товарность низкая будет Потом яблоки растут и увеличиваются От 4-5 факторов зависит Но самое главное еще из них Солнце Чтобы они находились на солнце Поэтому надо внутри крону разрежать Чтобы солнце проходило Вот тогда яблоки будут сладкие Сахара много И они еще и растут Кроме этого у нас вот здесь видите микроклимат Именно вот Зайлийская Алата Вот эта территория здесь Это родина Апорта именно здесь Здесь самый лучший Вот микро такой климат Где дает очень хорошие вкусовые качества И почва, и солнечные И здесь и радиация И все это знаете в таком В нужном по-видимому сочетании И яблоки у нас получаются очень вкусные Свою главную задачу Саида Мухатовна Видит в том, чтобы своевременно И в полном объеме Выполнять все агротехнические мероприятия Рекомендованные наукой Именно в этом считает она И есть залог успеха И высокая до 200% в год Рентабельность хозяйства Сегодня у Саиды Мухатовны Ложаровой немало последователей Частное фермерское хозяйство Оценив реальную помощь государства Закладывают все новые и новые Яблоневые сады В Алматинской области На сегодняшний день имеется Более 17 тысяч половых гектаров Плодовой культуры Последние два года Где-то посадили Полтора тысячи гектаров Плодов Это исходя из того, что государство В последнее время Оказывает большую поддержку Субсидируют крестьяне Крестьяне заинтересовались Значит, часть затраты Которые производят крестьяне 40% государству помогает Поэтому в этом году желание Крестьян появилось Более тысячи гектаров желают В 2009 году посадить Значит, кроме того Государство поддерживает на уход Оплачивает 97 тысяч На один гектар То есть, получает Около, значит, трех лет Государство поддерживает Крестьяне, которые посадили Плодоягодную культуру Поэтому желание ежегодно растет Увеличивается Потому что Алматинского По климатическим условиям Он поле подходит Значит, на развитие Садоводства И виноградарства Сейчас сорт Восход Наши выбили Я думаю, он Товарный вид Вкусовые качества Хорошие имеет Я думаю, это Перспективный сорт Мы в этом году И в прошлом году Посадили Гектар 5 И дальше Расширением занимаемся Тут обязательно Надо иметь холодильники Это без холодильников Это просто Все выбросить, считайте Мы сперва построили Холодильные камеры И одновременно Мы сажали сад Чтобы у нас было Куда ложить Яблоки должны Храниться Прежде чем Их реализовывать Но дай-то Бог Чтобы у нас был урожай Урожай будет У нас есть где хранить Не забыты В хозяйстве Алдожаровой И местные Стародавние сорта Пеструшки Грушевки Лимонки Столовки Прекрасные плоды Для летнего потребления Мы теперь В прошлом году Посадили Немножко Это много Тоже нельзя Неплохо храняться Быстро сыплется Ранние сорта И вот скоро Когда рынок Нуждается в этом И мы поставим Ранние сорта И вот в институте Есть хорошие сорта Еще посоветуюсь с ними Это Хочу несколько Так видов взять И у себя Заниматься Чтобы Все-таки Чтобы было Именно в наших условиях Выведенные И были устойчивы К заморзкам К резким перепадам Температуры Самый главный Жив продукт питания Именно натуральный Продукт питания Люди должны В первую очередь Есть натуральную Здоровую пищу А для этого Надо заниматься Сельским А сельским Хозяйством Кстати Это самый Тяжелый И самый Изнурдительный труд Из всех Я вообще Многие отрасли знаю Потому что Под жарой Под солнцем Под непогодой В грязи В условиях В этих Ну в общем Не каждый Хочет заниматься Сельским Хозяйством Это уже Тут многие Занимаются По необходимости Так что Этих людей Кто занимается Сельским Хозяйством Я думаю Надо Всячески Поощрять Сейчас Субсидии Неплохие Дают Вот если Всем культурам Давались Такую субсидию Сельское хозяйство У нас бы Просто Я не знаю Процветал бы Вот так А субсидировать Стали Значит все Стали сажать А так Сейчас Садоводство Развивается Просто Семи мильными шагами Если Хотя 10 лет Эта вот Субсидия Сохранится То у нас Я думаю Цветущим садом Будет Казахстан Сад Это не только Важный компонент Продовольственной Безопасности Государства Это еще и Наш главный Доктор Который Щедро дарит Самое ценное Для человека Здоровье Музыкой питания Называют фрукты Ученые Гигиенисты Академик Павлов В свое время Утверждал Что человек Может продлить Свою жизнь Минимум на треть Если будет Систематически Употреблять Плоды И ягоды Сегодня Нет преград Для развития Садоводства В краю Где веками Прекрасно Удавались Яблоки Груши Абрикосы Линоград Другие Садовые Культуры Субсидии Государства Современный Посадочный Материал Разработанный Нашими Учеными Включая И местные Сародавние Сорта Методическая Помощь Международных Фондов Развития А главное Стремление Самих Казахстанцев Разделывать Сады Эта Благодатная Почва Обязательно Принесет Свои Плоды Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова